сегодня у нас 13 апреля 2017 года вот вот брат наш никита сегодня будет у нас осваивать новую профессию чистки печей вот он пошел в сарай у нас там у нас веревочка и на нем груз специально чтобы трубу прочищать все начинается с чистки трубы прежде мы с ним эти вьюшки вынули верхнюю и нижнюю там в доме эти места заделали бумагой чтобы сажа оттуда не летела и вот сейчас он полез на крышу чтобы там можно было прочистить трубу все уже такое ветхое надо менять особенно лестнице у нас опасная очень даже брата никита предупредил чтобы он был аккуратен там с божьей помощью пускай господь его благословит сегодня у нас чистый четверг уже через несколько дней будет светло христово воскресенье праздник будем радоваться чудному этому празднику вот он решетку убирает это решетка для того чтобы туда не попала никакая птица были такие случаи чтобы не за там не вели вот он сейчас это грузило спускает с веревкой потихоньку прочищает вниз вверх и по сторонам немножко раскачивая со стенок трубы сажа снималась и он даже видно какой дымок идет небольшой если на видеокамере будет видно а у нас есть небольшой переход этого надо будет потом немножко пробьет брат до конца опустит кого как печка топится брат смотрится сажа летит нет конечно сейчас мы топим раз на на несколько дней всего три-четыре дня на улице потому что уже потеплело сейчас повыше поднимусь что можно было окрестно весны снять вот так вот выглядит наши крыши наши соседские дома вот наши все сарайки крыши их где перекрыток лишь убирать где железо вот соседи наши везде шум слышно по городу машины ездят жизнь идет своим чередом как евангелие написано что будут жениться замуж выходить не буду ждать пришествия господня вам внезапно придет отдать ночью соседский дом у нас выглядит голуби летают гули 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 вот он крутится перед какой-то невеста видимо ну как она должна ослабнуть веревка если ослабла то значит все до конца на что воображение только тот кто узнает печь он может воображать что-то а мы то чтобы ничего не знаем это я у брата владимира пищиков на урале когда я какую-то машину ремонтирую ягод представляю по какому каналу куда чё идет то есть воображение очень яркое у него но все начинает именно с позиции не с самого начала как это должно быть но именно это как она вообще вас это устройство состоит машины этой холодильные установки ремонтирует на машинах потому все это знать надо она этот переход то прошла который узенький там прошло ну все тогда ну все брат вынимай потихонечку тоже потихонечку туда-сюда сажа выходил в потерявке мы везде на крышах поменяли лестница вот здесь еще пока не не добрались до этого тоже надо будет делать и что дома частная то себя везде работа труд везде гниет обрушается голуби полетели вот они резвятся и сейчас хорошо не холодно вот нас видеокамера наша он кран видно что-то где-то строят они там дома достраивают вот заканчивать сейчас я пойду спускаться я думаю давай брат это отдельно лучше потом вот он завязывает на проволочке чтобы держал решеточку там надо будет залезть и трубу обмазать от дождей от всего она уходит длинно с цементом гули 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 вот они гуляют красавцы а там них вода вот стоит чтобы они могли здесь напиться голубь интересно воду пьет как лошадь всасывает себя быстро да 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 оставим давай это я могу потом отдельно все сделать вот он красавец тоже сидит вот он красавец тоже сидит о-о-о-о сейчас улетился вот он красавец вот А какое, Игорь, у тебя представление было от трубочистых раньше? Типа комическая, работа такая смешная, все черные полностью, шляпок таких цилиндрических. Малышек Карлсон впервые почитал про них от трубочистов. Все, на место орудие от труда возвращаем. Вот из-за чего еще были горы снега, то что у нас здесь очень много всякого дерева лежало. Но лестницу пока можешь где-то опустить, наверное, где-нибудь поставь, ну, возле этой пока поставь, возле этой, скамейки. Все, наружная работа окончена? Да, пойдем туда. Сейчас заходим в дом, сейчас, брат, это, газеты бери и надо будет застилать все везде. Там это, постили наши, вот газеты внизу. Наши постели, да, конечно, там же будем чистить с той стороны тоже. Там надо будет все потом, чтобы сажи не было. Вон там, вон, вон газета, вон там, под низом. И там расстилай по третьему тоже, по своему, по Инатину еще тоже, там все везде. Вот кошка уже едет. Она очень у нас любопытная, белая. Все время охота участвовать в каких-то событиях, особенно, когда идет какое-то движение. Блин, интересующийся. Рылька вот сидит у нас. Знаете, он что-то работает тут, сидит за компьютером. Примерно это, вот до половины тут можешь, вот тут, там, вверху внизу, все там можно не зачищать. Здесь тоже до половины? Да. Ну, до сюда где-нибудь хотя бы. Вот так, посередине. И вот туда вот. Ну, чтобы вон там чистить колодцы-то. Вот там надо будет что-то. А вот там, между, до этой половины там трогать? Да, да, да. Нужно только здесь? Да, да, здесь, да. Половина. Оттуда маленькую какую-нибудь постелишь. Все, она закроет сразу все. Там единственное, я свою одежду не убрал. Одежду надо еще убрать. А то у меня тут все сажи потом будет. Хорошо запоминай это, Никита. Останешься один, не будешь ходить по чужим мужикам. Иди сделай. Все должен уметь делать. Побольше надо. Там у нас где-то есть широкий ганзет, это белый материал. Подожди-ка, Никита, я тебе покажу. Так, где-то тут у нас были. Вот, ну, расстилать. А потом обратно свернуть и встряхнуть. Только буду по своим мужикам ходить. А? Только по своим буду ходить мужикам, по чужим не буду. Не понял? Только по своим буду ходить. Не пойму, что было? Не, ничего, значит, все, ничего. Как ходить будешь, говоришь? Ну, вы говорите, по чужим будешь ходить. А я отвечаю, по чужим не буду ходить, только по своим. А куда ты? Ну, по чужим нет. Если ты пришел, не знаешь, как ты к кому-то обращаться будешь. Я когда не знаю, еще я к тебе же обращаюсь. Да. Кто-то должен это делать. Ну ладно, там бери другие газеты. Тут что-то падает у меня. Вон она лежат. Бумага скрытая. Я хотел вот эту дать. Посмотри. Может быть застерить вот этими легче будет? Ну да, ими легче, конечно. А? Да, легче будет. На. Смотри, Никита. Они большие, брат, возьми. Люди, которые ничего не могут, он даже и гвоздя забит, он обязательно обращается к соседу. Наконец доходится, что и жена ушла туда. Мужчина, чтобы руки были приделаны, все умеет делать. Вот у нас, интересно, отец не грамотный был. Но всячески старались, чтобы дети все умели делать. И он говорил, ты, сынок, так делай, чтобы тебя еще раз пригласили. Не просто, а бы как. Я вот пищи делал 40 лет, это не 2 дня, а 40 лет. И по всему городу искали. Из других районов была жизнь республик, где мне приходилось делать. Почему? В первую очередь, угля меньше тонны на полторы. Дальше, обогрев до самого низу и гарантию бесплатного ремонта в течение года. И кроме того, общая цена, которую я брал, она намного дешевле, чем другие пищники. И поэтому я пищу делаю, а человека 2-3 стоят в очереди. Ну, обычно несколько дней делать. Я 2 пищи фундамента трубы выкладывал в день. Мне как вспомнить, даже страшно делать. Иначе, это все позади. Иначе, провод подсоедините, пожалуйста, мне. Куда, тебя? Ну да, потому что может не хватить на все время. Вот эту вот, да? Ну, вон ту еще. Ну, что, я подсоединю, и не делать нечего. Через удлинитель. Ну, вот так. Так. Там, брат, мои вещи убери все. Давай их сюда, чтобы они тоже не мешались. Вот это сумма вон туда. Никогда не придумаешь, куда нужно стол, а в эту дырочку попало. Ну, не специально же кто-то это делал. Один сделает, а пятеро не выпустит. То есть, совершенно не смотрит, куда попадает. Давай, пришла сегодня Надежда Васильевна. Давай, это не делать, и ей надо побелить. Я говорю, ну, сначала мы сделаем печку, отремонтируем. Почистить надо. Ну, а вы тогда осенью ее. Ничего себе. Даже в сторожке, любой, кто уходит в тайге, он готовит для того, кто придет ночью. Ночью придет, чтобы у нее готовые дрова были. Еда была спрятана. А уходя, оставили в таком же положении. Женщина подсказывает, как делать. Что же она может подсказать-то, если она сама не делает? Спаси Христос. Ну, слава Христу. Вот эти вот тоже. Я тут занят. Сейчас вот смотрю, собачка пришла или нет, покормилась. Пошел, а ее нет. Накрыть их или забрать? Нет, ну, можно накрыть, а можно забрать. Надеюсь, как удобнее. Давай вот убери, потому что тебе там вставать надо будет. Ну, покажи только главное, где пробивать, а остальное это уже и не надо будет вытаскивать. Это уже просто понятно, чтобы события какие были. Это неплохо. Мужчина должен все умеет делать, абсолютно все. И он тебе вещи убери тоже их. Он тебе будет мешаться ходить там. Двоих с собой полностью. И еще у меня этаж заправить тоже. Вот так я застелила. Вот так я застелила. Вот так я застелила. Вот так я застелила. Это он помогает, да, Игорь Ильич? Да. Это Андрей Недоступ. Он каждое новое событие дня, каждый день просматривает, на какой минуте что. Андрей Недоступ. Это не нашего круга человек, но вот так расположен. Вот сейчас только я посмотрел, вот Иван Артюшкин на днях познакомился. Слава Богу за то, что вы есть. Это что-то его касается где-то. Дальше вот этот, он заходит. Я как делаю сейчас? Открываю. А где у нас-то? Вот она, канал. 477. События дня надо найти. Где последние были? События дня. Вот она. 478. Пока ничего нету. А представь, не бывает так иногда. А тот человек... Кто-то написал, Шерлок Холмс. Никита в своем репертуаре успел вставить 5 копеек. Любит клички придумывать. Евгений Димов. Какие клички? Я вообще не отвечаю. Крайне-крайне редко отвечаю. Отвечаю. Что это? 487. А это 478. Ну вот он и есть. События дня. Вот он, Андрей, пишет. До 23 секунды. То-то-то. Простые наказы потеряевским. Светельство ученого Фалеева. Ученого. Я букву «Ё» только на «Е» переведу. Надо везде. Главное в понятии о церкви. Православные ресурсы. Неверующие родители в семье. Причины ухода в монастырь. Стихотворение «Сколько есть важных вопросов» Латкин. Венчание неверующих. Расторжение церковных браков. Стихотворение «Мои наставления» «Могут ли свадьбе помочь» Латкин. Апостолы в сравнении с монахами. Об искусственном зачатии. Стихотворение «Не жизнь, а душу нужно сохранить» Латкин. Жизнь с верующими родителями. Стихотворение «Сретение Господне на дворе». Близкое родство при бракосочетании. Неверующий сын. Последствия. О просмотрах фильмов. Стихотворение «Начало мудрости» Писания гласит Латкин. Монашеское неприятие семьи. Вот все. Пожалуйста. Человек уже знает, это только в одном событии дня. Сколько всего сказано. Дальше. Теперь, что он сказал, это не все. Дальше это я на сохранение веду. Вот у меня специальное содержание. Вот он лежит. Вот он сколько сделал. Смотри. Вот на стуле. Содержание. На каждое, вот сколько он провел уже. 418 и 70. Недоступ, Андрей. Только поставлю, уже сделал. Вот такая обязательность у него. Ну, это я сразу ставлю. Это я общее количество набираю. Расковыриваю, чтобы пищи доставить. Ну и дальше. Дайте вот. Да, да, да. Андрей недоступ, 477, 478. Перевожу в 18-й. Тебе надо там в обуви быть, город. Ты сейчас носки заморачиваешь. Сюда газету постели на стул. И тут газету тоже чуть-чуть, чтобы ходить на нас. Вот я на сохранение отдал. На сохранение отдал. Вот теперь обратно выхожу и смотрю. Вот Сергей прислал заявление. Заявление о приеме в общину. Я сейчас смотрю, как это обделать. Козловых, православный христианин Сергей Георгиевич Козлов и православная христианка Татьяна Иллиниша Козлова. Обращаемся к православной общине имени Анфима Некомедийского в поселке Потеряевка. Потеряевка. Алтай, сходя в краю. А то кто-то скажет, а где он такой, чего. Вот я сразу ошибок настряпал тут. Выправил. И запоминай, как кирпичи устроены. Чтобы потом это... Нет, ты их просто ковыряй вот так вот. Ковыряй там. Да, да, да. Находи слабые места. Простите принять нас, члены вашей общины. Там газетки надо достать оттуда. Пока без зеленого жительства на территории деревни потеряем. Там глина замазана газетки. То есть достанешь эту, смотри, чтобы туда не упали. Но не совершаю такую возможность, что мы можем стать полноценными жителями деревни в будущем. Обязуемся добросовестно исполнять устав общины и быть полезными в служении людям и Богу. Нам прекрасно. Теперь я только число поставлю. Я поставлю вчера 12 апреля 2017 года. Это он вчера прислал, да? Ну да, ночью прислал. 12 апреля 2017 года. Дальше. Подписки. Вот теперь я ему обратно отошлю. Скажу, вы согласны со всем? Вот теперь, видите как, теперь он оформит. Продолжение следует... вот мы когда кирпич вставляем мы туда чтобы экономно глину туда замешивать замазывать вставляем газетки а потом уже длинной подмазываем сейчас он расковыряет газетки достанет и кирпич можно вынимать оттуда и прямо доставая брат оттуда газетки все эти прямо выдерживает бросает белая тоже все везде обнюхивают ходит вот я его отослал все это заявление вот я сейчас вот лишь как что он делал я его выправил нам-то скорее он поставил по подробности где в поселке потеряевка еще потеряевка надо убрать и сейчас я ошибку сделал алтайского края так мне надо теперь срочно у него убрать отсюда ее это я себе сейчас где-то возьму от рихтую а там скорее уберу чтобы он не кирпичик придерживая чтобы он туда не свалился вовнутрь а там и 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 каши с рыбой и лежат. Уз не дуют. Вот книги Игнатия Ивановича с открытым оком. Вот новое, новое Евангелие. Четыре Евангелие красное, которое мы на благовестие разговариваем. Вот как эта обстановка у нас выглядит. Вот здесь вот он, два канала будет прочищать. Потом вот здесь вот тоже канал прочищать надо будет. Надежда Васильевна с утра уже начала тут замазывать все, белить. Не расслышал, что я сказал, не надо. Вот канал тоже внизу. Вот канал под духовкой. Вот тут я не знаю, будем, не будем чистить. Вот, там еще есть верхний над духовкой тоже. Сейчас я постараюсь показать. Он там за мешком, его не видно. Вот столько у нас каналов у печки прочищается. Самый основной конечно нижний, там вся сажа будет в них. Вот Слово Божие. Мне так нравится, когда славописания висят на стенах. Приятно для души. И назидательно тоже. Вот сейчас у нас десятый час времени. Утром. Вот так вот. Ну все тогда, это будет шутка длинная. Потом он все это будет убирать, замазывать. Надежда Васильевна забейли. Вот сейчас я Сергею послал, если согласен, с поправками. Вот. Видишь, какое я заявление прислал? Мы православных семья Козловых. Так я не это сейчас даже. Другое сделал ему. Вот так есть двоеточие подставить. Христианин Сергей Георгиевич Козлов и православная христианка Татьяна Ильинична Козлова. Обращаемся к православной общине имени Анфима Нико Мидийского. В поселке Потеряевка, Мамосква района Алтайского края. Просим принять члены нашей общины, пока без вида на жительство на территории деревни Потеряевка. Не исключая такой возможности, что мы сможем стать полноценными жителями деревни Потеряевка. Ваше надо было с маленькой буквы. Вот это я сейчас добавлю. Он там пишет что-то вон. Брат, я же сказал придерживает. Кирпич полетел, да? Ну да, вон он. Смотри сколько надел. Мы чистили, никогда ни один кирпич не упал. Ни разу. Будь аккуратно. Смотри сколько пыли поднялось и все. Нож туда не уронил. Уже никогда не достать. Здесь надо разделить. Игнать. Да я его Игнать хочу. Ничего себе глина какая-то. Сватываться. Ну-ка надо. Сватываться. Брат, там бумагу поправь. Заять. Сергей написал. Добро. В течение суток пришлю скан с подписями. У него кажется сканер есть. Вот. Вот оно все. Маленькое. Вот видишь какая утром переписка. Человек находится в Воронеже. Город Воронеж. Парализованный 14 лет. И он так с нами сроднился. И на нас стал запасить. А один вражина из наших его сразу бесноватым назвал. Ну то есть они осатанели эти люди. Видимо похулили Духа Святого и нападали ужасно как. А он вот так вот увидел что здесь без обмана у нас все. Ты на эту только не наступи на розетку сверху. Никита я хотел узнать почему кирпич упал. Как получилось? Упал так взял и упал. Ага. Как отмечает интересно Никита. Мне нужно слезть поговорить с вами да сейчас? Слезть вниз. Понимаешь все разбирается самое маленькое. Почему? Где ты его положил? Откуда он упал? Отсюда вот упал. Ну а почему ты его не удержал? Ну не успел удержать. Ну ты разбери почему. Смотри. Сажи сколько на ковре все никогда не было. Живем 17 лет и никогда не было. Только ты пошел все по другому. Почему? Я думаю разобраться легче чем второй раз так делать. Ты внимательно рассмотри почему ты уронил. Ни я ни Володя не роняли. Так Володя. Все я думаю больше не надо снимать иначе одна пыль будет. Надо ему подсказать как. Там надо молоточек взять и он этим ничего не сделает. Чтобы кирпич не расколотил. Вот сделай как есть. Никита. Никита.